Украинский кризис оказал драматическое влияние на общую ситуацию в Европе. Причем страны НАТО не только оказывают военную поддержку, но проводят коренную ревизию своей оборонной политики. Решение о том, что оборонный бюджет должен составлять не менее 2% от ВВП, было принято давно, но очень небольшое число стран последовало этому призыву. Сейчас все изменилось, ведь до сих пор никто не мог представить себе полномасштабной войны в центре Европы. Правительство Эстонии готово ускорить реализацию многих оборонных планов. Причем готовность эта выражена не только на словах. Финансирование оборонной программы на предстоящие 4 года вырастет на 800 миллионов и достигнет почти 4 миллиардов евро. Наиболее существенные траты в увеличение разведывательной способности, осведомленности о ситуации, улучшение мобильности и бронезащиты второй бригады, то есть в лучшую защиту солдат, которые будут непосредственно участвовать в сражениях, в увеличение возможностей противотанковых систем, систем ночного видения, сенсоры, связь и, конечно, в укрепление территориальной защиты в Кайцелейд. Уже в январе оборонный бюджет этого года пополнился значительной суммой в 340 миллионов евро. Сейчас Эстонии не грозит прямая опасность, но, по мнению наших военных, времени терять нельзя. В дополнительном бюджете на оборону предусмотрено почти 250 миллионов евро. Выделенные деньги предназначены для использования в течение двух лет на шесть направлений. Системы ПВО малой дальности, противотанковые средства, дальнобойная артиллерия, приобретение приборов ночного видения, тепловизоров и других сенсоров, инфраструктура для приема союзников и поддержка Кайцелейд. Если же говорить о четырехлетней перспективе, то наиболее зримый качественный скачок заключается в добавлении огневой мощи и с точки зрения увеличения ее дальности, и с точки зрения территориального охвата. Начнем, прежде всего, с систем залпового огня. Сейчас мы нацелены на системы с дальностью до 350 километров. Во-вторых, барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе. И самоходные артиллерийские установки, которые уже сейчас можно видеть на наших учениях. Их дальнобойность до 79 километров. А закупка противокорабельных ракет уже покрыта договорами. Эксперты Минобороны следят и за ситуацией в Украине. Общий рисунок военных действий не изменился. Наибольшее число российских подразделений сосредоточено в Донбассе. Как атакующая сторона, каждый день они несут значительные потери. Но говорить об их значительных успехах не приходится. Украинским военным удается успешно реализовывать свою тактику изнурения наступающего противника, резервы которого могут быть исчерпаны, хотя и приуменьшать их нельзя. Многое должно решиться в течение ближайших дней. И Россия, и Украина говорят о готовности к длительной войне. Но украинская подготовка более заметна и подкрепляется западной помощью. Михаил Владиславов, Петер Ивлевайн, Новости Таллина.